Итак, что же касается самой финансовой грамотности, как ее трактуют в исследовании ПИЗа. Финансовая грамотность – это знание и понимание финансовых понятий, рисков, а также навыки, мотивации и уверенное применение таких знаний для принятия эффективных решений, направленное на улучшение финансового благосостояния человека и общества, обеспечивающие участие в экономической жизни. В принципе, очень такое стандартное определение финансовой грамотности, ничего сложного здесь нет. Единственное, что хочется заметить, то что упор в финансовой грамотности делается не на компонент знания, а на компонент умения. Оценивается финансовая грамотность, оценивается потому, насколько успешно обучащиеся применяют, полученные ими в процессе обучения знания на каких-то конкретных ситуациях. И вот в основе финансовой грамотности, в обширном этом понятии, лежат такие компоненты, как области знания, изучаются, конечно же, деньги, планирование и управление финансами, управление рисками и финансовая среда. Оценивается, конечно же, компонент умения – это поиск и анализ финансовой информации. И здесь немаловажно также заметить, что как поиск, так и анализ – это две, наверное, самые основные составляющие умения, компоненты умения. И оценка финансовых ситуаций и применение финансовых знаний, соответственно, это уже как следствие того анализа, который учащийся производит. И, конечно, контекст. Финансовая грамотность обязательно должна рассматривать в процессе обучения эти контексты. Это образование и работа. Мы должны показать ученикам, что финансы – это не только где-то сложно в будущем, когда будет какая-либо у них работа, уровень заработка и так далее. Нужно показать, что финансовая грамотность, она должна быть у человека на всех этапах его развития, даже в школьном периоде возраста. Это тоже обязательно должны быть созданы, развиты те умения, которые необходимы для успешного управления их финансами. Так вот, какие контексты? Это, конечно же, образование и работа, это семья и дом, это планирование бюджета, связанное с семьей и так далее, индивидуальные, общественные и финансовые решения. Так вот, любой из этих контекстов может быть реализован в процессе обучения финансовой грамотности. Они должны все поочередно, соответственно, быть реализованы. Ну и, конечно же, главная цель исследования ПИЗа как такового в проверке финансовой грамотности – это определить, насколько ученики 15-летнего возраста могут становиться частью финансовой системы. А финансовая система, как вы знаете, с каждым годом становится все сложнее и сложнее. В России сейчас появляется очень много цифровых продуктов, банки переходят в цифровую среду, и все, что связано с финансами, также претерпевает некую модернизацию в плане вот такого цифрового развития. Ну и, конечно же, какие особенности обучающихся связаны со знанием финансовых понятий и большей способностью принимать аргументированные решения. Это тоже все обязательно проверяется в ходе исследования ПИЗа. Более подробно, вот еще раз напоминаю про ссылку на отчет, там можно познакомиться и с, соответственно, результатами, которые были получены учениками как России, так и других стран, сравнение этих результатов, анализ результатов. Ну и, соответственно, также многие аспекты там разбираются.